Поскольку у моих зрителей это довольно продвинутые люди в плане питания и очень многим знаком такой полезный продукт, как лён, а именно семена льна, то сегодня речь пойдёт именно о нём. Я тоже очень люблю лён. У меня дома всегда есть и семена льна, и в цельном виде, и в перемолотом, и сыродавленное льняное масло. И я не представляю себе своего ежедневного рациона без льна, а именно я каждый день делаю себе зелёный коктейль, в который добавляю немного перемолотого семени льна, который предварительно размачиваю тёплой водой. При размачивании в течение нескольких минут или часов семя льна превращается в такую киселистую массу, и это становится похожим на кисель или кашу. И когда мы едим какое-то блюдо, например, коктейль, в котором есть вот такая киселистая масса, то она как бы обволакивает слизистую желудкой, кишечника и создаёт ощущение комфорта, сытости. И правда, очень надолго хватает вот этого ощущения того, что ты наелась и что есть такое успокоение внутри, в животе. И мне это очень нравится. А главное, что вот такое ежедневное употребление семени льна, перемолотого и размоченного, очень хорошо влияет на наш ежедневный стул, на перистальтику кишечника. Поэтому, когда ко мне приходят проблемные клиенты, у которых есть проблемы запора или периодические боли в желудке, какие-то неприятные ощущения в животе, я всегда всем рекомендую семена льна. Они себя уже очень хорошо зарекомендовали, только не советую их есть вот в своём первозданном виде. То есть, если вы их просто добавляете в салат или в какую-то выпечку, как семена, то они не отдают всей той пользы, которую вы можете получить, если вы предварительно их перемелете, перемолите, не знаю, как правильно, замочите тёплой водой и потом уже будете в таком виде употреблять. Итак, сегодня у нас рецепт льняная каша на протеине. Я думаю, что многим знакома это блюдо льняная каша. Многие её уже полюбили. Я знаю, что льняную кашу сочетают с какими-то фруктами, например, с бананом. И, в принципе, это нормальное сочетание, поскольку лён – это не крахмалистая еда, и это скорее жиры. У меня всегда в доме есть сыродавленное льняное масло, и я люблю его за то, что оно имеет нейтральный вкус. И если мы добавляем к такому маслу в салатной заправке ещё и какие-то специи и эфирные масла, то мы получаем прекрасную, вкуснейшую заправку на основе полезнейшего льняного масла. Итак, возвращаемся к нашему сегодняшнему рецепту. Льняная каша на протеиновой смеси. Чем хороша льняная каша? Тем, что это очень быстрое приготовление. Я люблю всё, что быстро готовится, и всё, что не отнимает у меня много времени. Итак, что нам нужно? Нам нужно взять перемолотые семена льна, ну, просто перемолоть их в кофемолке. Для тех, кто первый раз пробует семена льна, достаточно одной столовой ложки. Если вы уже продвинутый пользователь льняных семян, можете брать больше столько, сколько вам хочется. Семена льна перемалываем, замачиваем тёплой или даже горячей водой в небольшом количестве на несколько минут или часов, если у вас есть свободное время, и оставляем до набухания. Когда семена набухли, мы складываем в блендер семена льна вместе с жидкостью, добавляем протеин, одну или две столовые ложки, можно с горкой. Добавляем мёд, если вы любитель сладкого, если нет, можете мёд не добавлять. Добавляем тёплую воду и взбиваем в блендере. Добавляем тёплую воду и взбиваем в блендере. Либо как коктейль. В данном случае у меня получился такой густой, хороший коктейль. Честно говоря, я даже больше люблю форму коктейля, нежели каши. Но это на любителя. Просто мне хочется как можно быстрее его съесть. В виде коктейля его получается съесть быстрее, чем в виде каши. Но вы можете сделать каши, если вам нравится есть густую пищу. Вот, собственно, и всё. Наше блюдо готово. Это вкусно, полезно. Это сбалансировано по всем питательным веществам. Здесь у нас протеин. Это белок. Здесь у нас жиры. Это лён. Омега-3. Здесь у нас есть углеводы. Это мёд. У нас здесь есть клетчатка. Потому что мы семена льна использовали целиком, вместе с оболочкой. И мы имеем очень полезный, здоровый продукт, который очень легко усваивается. Не нагружает пищеварительную систему. И довольно быстро передвигается по кишечнику, способствуя замечательному стулу. Вот такой у нас с вами сегодня был замечательный рецепт. Лён и протеин. И это рецепт в вашу копилку здорового питания. А если вы всё-таки думаете, что это слишком мало еды, добавьте ещё ржаных отрубей. Голодными вы точно не останетесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!